Долгие годы Долгие годы Строили его опережающими темпами, не торопясь с помещениями производственными. Взяли на себя такую смелость. И когда фермы возводили, тоже смотрели, чтобы в них не только коровам удобно было. Стали возвращаться люди. И те, кто раньше уехал, и ребята, служившие в армии. Вроде и штат ненамного увеличился, а урожаи, надои возросли за пять лет вдвое. Все правильно. Сказалась ставка на человеческий фактор. Часто мы повторяем эти слова теперь. Бывает и в соль. И уже есть опасность свести все к простой формуле. Сколько новых домов построил, столько новых работников в хозяйство заполучил. И стоит ли ждать успеха в перестройке, напрочь отделив экономику от нравственности, подлинной человечности. Но вернемся в совхоз Гридинский и посмотрим на жизнь его директора. Имея в виду установку на человеческий фактор. Своим здесь стал Леонид Александрович. Мать перевез. Сын Андрей работает в этом же совхозе техником-строителем. Хозяйство крепнет. В 86-м стал Гридинский победителем в социалистическом соревновании. Завоевал переходящее красное знамя РСФСР. Директор его за успехи в 11-й пятилетке награжден орденом Октябрьской революции. Это с одной стороны. А с другой циркуляры, распоряжения, что сплошным потоком текут из рапу. Вот одна бумага для примера. Предписывается в ней совхозу случить 20 телок и заготовить 100 кубометров льда для охлаждения молока. Звучит как анекдот. И название имеет. Мелочная опека. Но в данном конкретном случае выглядит полным неуважением к человеку, его делу. Да просто издеваетесь.